НОКИА 1100 И с 2003 года этот телефон выпускался 5 лет, за которые было продано 200 миллионов экземпляров этого телефона. То есть один из самых популярных телефонов в мире. Про этот телефон ходит нереальное количество легенд, в том числе про старую версию прошивки. Вот, у меня Финляндия, видишь, что RH-15 сделанный в Германии с прошивкой Бокус и может перехватывать шпионские спутники, кредитные карточки, секретные разговоры, флюиды любви и еще много-много чего. Поэтому многие наивные люди, находя у себя такую чудо-мобилку, начинают выставлять ее за басну, словно и деньги. Вот, хотя в реальности это просто все миф, непонятно кем придумано. Итак, вот посмотрим внизу. Это восстановленный мной телефон в абсолютно новом корпусе. Из старого тестового плата, вот разъем. Работает на батарейке BL4C. Вот, все просто внизу. Телефон со сменными панельками. Так он выглядит без. Разбирается очень быстро. Собирается тоже. Вот. Дву-стандартный телефон GSM900-1800. Дисплей монохромный, 4 строки или разрешение 96 на 65 пикселей. Весит 93 грамма. Отсели небольшие размеры. Давайте включим. Телефон изначально разрабатывался для развивающихся рынков, таких, например, как китайский. Вот. У нас телефон был очень народным таким. До сих пор используется очень многими людьми. Самое главное достоинство – это фонарик. Который можно включить, и он не гасит. Вот. Жирная просто функция. А в меню все обычно. Так же, как в той же 3310. Сообщения, контакты, звонки, мелодии. Режимы, настройки, будильник. Напоминания. В играх Смейка 2, Space Impact. То есть, тоже хорошая классика. Калькулятор, секундомер, таймер обсчета. Можно было свою мелодию сделать. Очень крутая вещь. Экранная заставка. Ну, меню операторов. Все. То есть, в этом телефоне больше ничего нет. И реально в этом телефоне больше ничего не надо. Если нужна вам, в принципе, надежная связь, вот, то, учитывая, что 3310 все-таки уже более ретро, то Nokia 1100 реально отличный выбор. Своебразный телефон легенды. Реально нечего больше про него рассказывать. Вот. Просто посмотрите, как он выглядит. Вот. И если вам нужна просто связь, то покупайте 1100. Это была рубрика Mobile Boom, видеоблоги Ларина и обзор мобильного телефона Nokia 1100 из 2003 года.